Строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах начнется в любом случае. Об этом заявил глава республики на встрече с журналистами. Проектирование трассы продолжается. По предварительным подсчетам стоимость работ составит 17 миллиардов рублей. И регион рассчитывает на поддержку федерального центра. Реализация инвестиционных программ – одна из ключевых тем пресс-конференции Михаила Игнатьева. Подробности в следующем материале. Строительство третьего транспортного полукольца – приоритетная задача. Оно должно соединить новоюжные и северо-западные районы, разгрузив центральные дороги столицы от пробок. В ближайшие годы в рамках национального проекта будет реконструирована и федеральная трасса М-7. Три полосы движения в одну сторону, три полосы движения в другую сторону. Даже вот возьмем Лапсар и Гюгеси, да, на нашей территории. Они должны быть все реконструированы. Касаясь дороги с Канаша, это Европа-Западная Китай. С Москвы дорога будет реконструирована до Владимирова. Дальше реконструкция М-7, она будет проведена по три полосы до Канаша. А с Канаша пойдет на Казань. Это для перевозки грузов. Масштабные работы идут и в канун столетия республики. В следующем году после капитального ремонта должна открыться филармония. Но намеченные сроки подрядчики рискуют сорвать. Эту проблему глава региона уже взял на контроль. Мир мы должны принять, соответственно, подключить, как обычно делаем, субпотрядчиков. Будем следить за ситуацией, да? Я тоже прошу вас отслеживать, контролировать. Когда будет налажена бесперебойная подача горячей воды? Вопрос от наших коллег из города Шумерля. Михаил Игнатьев отметил, что решить эту проблему должны современные котельные. За последние годы возвели уже шесть. И следующее направление здесь – принцип государственного частного партнерства. От Шумерля найдется предприниматель, который вместе с нами 50-50 захочет точную моду на котельные устроить, то жители быстрее получат и в летний период времени горячую воду. В ближайшие годы все населенные пункты региона должны быть обеспечены качественной питьевой водой. Необходимые суммы выделят в рамках недавно подписанного главой республики указа. Вот даже город Чебоксара возьмем, Чандрово, и жители Чандрово получат качественную питьевую воду и соответствующее давление. Понимаете, нет, там 90 миллионов рублей. Один миллиард для учреждений здравоохранения. У нас утверждены 22 государственные республиканские программы. По отраслевому принципу они тоже все доступны в форме. На вопросы журналистов Михаил Игнатьев отвечал более двух часов. Встречи с прессой должны стать постоянными, отметил глава региона Дмитрий Ковалев и Павел Иритков. Республика.